17 января прошел очный тур межрегиональной предметы Олимпиады по геологии Казанского федерального университета. В Олимпиаде участвуют учащиеся школ со всей России и различных стран СНГ. До этого состоялся интернет-тур, в котором отбирались участники основного этапа Олимпиады. Как известно, диалогия предмет, который в школе не преподается. И при организации Олимпиад по диалогии мы сталкиваемся с некоторыми трудностями в связи с этим вопросом. Но в целом нам удается успешно их решать, и уже несколько лет проводится Олимпиада по диалогии Казанского федерального университета. Основная цель проведения Олимпиад по диалогии нашим институтом, это, конечно, поиск одаренных детей, которые заинтересованы диалогией. Задания на Олимпиаде были как теоретические, так и практические. Например, школьники должны были определить образцы минералов и останки древних моллюсков. Участники высоко оценивают опыт от соревнования. Для них это возможность и проявить себя, и улучшить свое положение при поступлении. Я участвую не первый год в ней, и я хочу проверить свои знания и получить какие-то льготы от этого. Разные Олимпиады – это своего рода проверка знаний в этой области, и это интересно, и мы развиваемся. Даже если что-то не получится, то все равно какие-то знания отложатся, и это поможет. Олимпиада проводится и в остальных предметных направлениях, таких как математика, общество знаний и многие другие. В целом в соревновании приняли участие 23 тысячи человек. Победитель каждого из предметных направлений получит 5 баллов при поступлении к результатам ЕГЭ. Призеры получат 3 балла. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова